Ну что ж, по-прежнему у нас все в красной зоне, в абсолютном выражении примерно то же самое, в относительном чуть меньше, ну потому что падение было за сутки до этого уже с какого-то определенного уровня, ну все, все по-прежнему красное, если кто-то еще не верит в то, что мы находимся в бычьем, вернее в медвежьем рынке, думаю, что мы развернулись, вот смотрите, величина падения с максимального значения для всех монет, ну и как видите 95%, 90%, 80%, то есть это просто какое-то безумие, ну и конечно 7-дневные и месячные изменения цены, все в основном красное, в итоге коин немножко выделяется, хотя, ну в остальном почти все, почти все в красной зоне. Посмотрим, что произошло с ценой, посмотрим, есть пара интересных новостей, вы на канале CryptoHamster, поехали! Ну начнем с новостей, есть новость с Ирана, они разрешили на законодательном уровне майнинг, и теперь у них в некоторых местах цена биткоина выросла до 24 тысяч долларов, во-первых, это конечно хорошо, потому что немного идет правительство Ирана на сторону принятия крипты, и самое главное то, что теперь люди будут немножко более спокойно там торговать, и как бы никаких у них проблем с законом не будет, и расширение рынка это конечно неплохо. Второй момент, это то, что если у вас есть какие-то друзья в Иране, знакомые, которые, с которым можно поторговать напрямую криптой, пожалуйста, продавайте свои битки по 24 тысяч, ну там, по 20 тысяч, и делайте хороший профит на арбитраже. Интересно, да? Второй момент, то, что недавно у нас объявили, что будет новый глава в СЭК, и этот товарищ очень позитивно настроен относительно блокчейн-технологий криптовалют, и говорится, что многие, ну как бы слухи ходят, что он будет поддерживать решение, положительное решение по ETF, и теперь мы практически так уже в полушаге от его принятия. Так что посмотрим, что произойдет, но очень многие настроены положительно, и, как говорится, покупайте на слухах, продавайте на новостях. То есть пока цена не отреагировала, но посмотрим. Может быть, это как раз вот это вот движение было предвестником вот этой новости, положительное в течение там полутора недель. Так что все может быть, ждем 30 сентября. Ну, насчет цены на биткоин, в принципе, ничего не изменилось, не оправдалось вот это вот полуфрактальное движение вниз, хотя пока еще мы находимся, я для этого должен быть на 100%, находимся тоже в коридоре. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, мы все-таки еще упадем вниз с отскоком. Вот, на мой взгляд, так как движение было достаточно длительное в этом же самом коридоре, то сидеть здесь особо долго нам смысла нет, то есть куда-то двигаться надо в ближайшее время, но впереди еще три недели до 30 сентября, там 3,5, да, так что есть все шансы, что мы проторгуемся в каком-то диапазоне здесь и будем ждать решения СЭК. Однако, на мой взгляд, я бы подождал еще какого-то небольшого локального падения, здесь достаточно сильные уровни, как я говорю, уже про торговку была длительная, и я бы покупал бы уже биткоин где-то вот ниже 6400, вставал в лонг, может быть 6200, 6150, вот так вот. И это была бы хорошая позиция, потом, если он стал падать, я уже устремлялся на более низких значениях и не думаю, что цена пойдет ниже, ну, как бы там и цена майнинга есть, и вот эти сильные уровни дна, хотя, конечно, нас уже столько раз убеждали, что там 5800 – это, в принципе, уже максимальное дно для биткоина, и что мы никуда уже не упадем дальше, то можно уже, наконец, и людей обмануть, и всех верующих, да, и сделать падение до 4000, сделать брит-вотца, сбрить лонгистов, потом уже пойти вверх. Ну, не играть с плечом, играть в долгосрок, так что, такие вот у меня соображения. Не забывайте, конечно, что все, что я говорю, это не финансовый совет, и вам следует быть осторожным, делайте свои, принимайте свои решения самостоятельно и делайте свое исследование рынка. Так, хотел вам показать вот этот вот свой виртуальный портфель, который я сделал 31 августа. Видите, у меня, ну, почти 12% просадки, сначала был там 10% плюс, потом упал. Ну, естественно, на этом падение биткоина, как вы видите, большинство монет там в 10-20%, даже в 30% минус, выделяются лишь колла-чейн, байткоин, дейта, нем и нео. И вот, кстати, вот эти последние две, на мой взгляд, очень сильно смотрятся, то есть они опять опустили до своего примерного минимума. У нео там еще 14 долларов где-то у него минимума было. Так что, если пойдет опять рост, то они будут впереди, вместе там с прошлыми лидерами роста, такими как Nano, Icon, OneChain и World, на мой взгляд. Вот, но, однако, это неплохой индикатор рынка, то есть мы видим, как сильные монеты, на мой взгляд, сильные даже спускаются на какие позиции и как они их выдерживают, то есть в этом графике мы можем примерно оценить, какой был рост, тенденция роста потом, где мы устаканились, да, и как мы, в принципе, можем заходить или не заходить, есть ли здесь какое-то закрепление. Ну, так, чисто интересный момент. Посмотрим, как будет вести себя дальше. Еще один пункт хотел отметить, вот эти, значит, наши 100 кошельков, адресов с биткоином крупных самых, и мы видим, что особенно здесь за последнее время ничего не происходит в плане вывода средств, наоборот, выводят, но вот этот месячный, я не стал, конечно, так сильно на него акцентировать внимание, седьмого числа был, последний, сентября был последний, введение последнего биткоина, там, последних транзакций, да, но, тем не менее, оно было маленькое, это вот месячная цена, отмечное значение, а вот за последнюю неделю, вот есть такие кошельки, как, скажем, вот этот 500 биткоинов, последнюю неделю завели, ну, видите, где-то месячный плюс, 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 минус почти нет, это, скорее всего, биржевой кошелек, коинчак, холодный кошелек, да, еще где-то были здесь такие плюсовые, вот, последний день, день, седьмого числа, почти 10, там, 9, 360 биткоинов завели, то есть, видите, в среднем он 200 биткоинов, это тоже кошелек, ладно, не будем, не будем считать, здесь был минус небольшой, видите, в основном не выводят средства из этих кошельков, наоборот, даже, скорее, заводят в плюс, так что, вот здесь, пич, там, был тоже до этого, но это, правда, август уже, то есть, вы видите, что кипи не распродают свои средства, а, наоборот, пытаются немножко аккумулировать, то есть, я не вижу особых поводов для паники, потому что, вот, мы, там, ведем вниз, там, все распродают сливают биток, нет, скорее всего, это просто вытряхивание слабых рук, и мы увидим в ближайшее время интересное напряжение, то есть, сентябрь, октябрь будет очень интересным месяцем, интересным месяцем, и вообще до конца года у нас ждут много всего интересного, так что, оставайтесь на связи, ставьте лайки и комментарии оставляйте, подписывайтесь на канал, если вам интересно, я же прощаюсь с вами до завтра, каждый день у нас обновление, так что, не забывайте проверять или поставить, вот, видите, просто эту кнопочку, колокольчик, нажмите, чтобы вам давление приходили, я же с вами прощаюсь, хороших вам сделок, удачи, пока!